Хорошо это слово в фразе паркет под маслом, точно хорошо слово паркет. Во фразе паркет под маслом есть несколько очень вещей таких интересных. Есть очень правильные вещи, а есть очень неправильные вещи. Есть очень однозначные, есть очень неоднозначные. Во-первых, во фразе паркет под маслом есть замечательное слово, это паркет. Если вы выбрали паркет под маслом, вы уже сделали правильный выбор, потому что вы как минимум выбрали паркет, а не какое-то другое искусственное напольное покрытие. Выбрали натуральный деревянный пол. Мы вас поздравляем, это уже здорово. А вот дальше давайте разберемся, паркет под маслом это хорошо или нет. Конечно же, это очень натурально и экологично, когда вы ходите ножками по полам, покрытым натуральным маслом, все замечательно. И если вы заведомо знаете, что если на полы, которые покрыты натуральным маслом, пролить воду, если сразу эту воду не вытереть с поверхности, то, ну вот если это произойдет, например, вот таким вот образом, если оставить это дело на несколько, на час, например, или на два часа, если сразу эти жидкости не убрать, то поскольку паркет под натуральным маслом это открыто пористая поверхность, то неизбежно эта влага пойдет в структуру дерева и будут образовываться пятна. Вот есть такой некий миф, которым очень часто пользуются маркетологи. Первые начали пользоваться маркетологи для того, чтобы продавить вообще сам по себе такой вот термин паркет под маслом. Очень здорово подхватили продавцы всякого рода паркета, потому что, ну конечно же, вам будут говорить о том, что полы под натуральным маслом, это здорово, это круто, это ремонтно-пригодно. А вам кто-нибудь хоть раз показывал, что такое ремонтопригодно? Кто-нибудь вам показывал о том, как локально устранить вот эту вот какую-то потертость или какое-то пятно или еще? Да никто вам никогда этого не показывал, никто вам никогда это не покажет. А весь секрет на самом деле состоит в том, что я считаю, что полы под маслом это тоже хорошо, но только тогда, когда вы или клиент знает, что он покупает, открыто-пористую поверхность, натуральную поверхность. Но как с ней жить? Если вы параллели эти жидкости на пол, вам нужно незамедлительно их убрать. И тогда никаких проблем не будет. Либо быть готовым к тому, что действительно придется эту поверхность какими-то очистителями обновить, заново напитать этим маслом и, возможно, в некоторых ситуациях эти пятна будут практически не видны. Так вот, надо понимать, когда они будут не видны. Когда вы выбрали паркет темного декора. То есть темным маслом, возможно, получится замаскировать эти пятна. А вот если у вас паркет, например, вот такого цвета, то есть какие-то светлые пастельные тона, то, к сожалению, вряд ли получится это локально исправить. И надо быть к этому готовым. Но есть, по моему мнению, один вид паркета, который очень даже хорошо, когда будет покрыт именно натуральным маслом. Опять же говорю, не светлых тонов, а скорее натуральных или темных тонов. Это паркет, который сильно-сильно баршированный. Что значит сильно баршированный паркет? Это когда мы специально металлическими щетками, ну или мы, или завод-производитель, вычищает из древесины мягкие волокна. То есть те волокна, которые наиболее подвержены чему? Наиболее подвержены износу. Износу какого рода? То есть когда вот мы, например, царампаем по поверхности, остаются царапины на поверхности, это заминаются как раз-таки мягкие волокна древесины. Здесь в данной ситуации эти мягкие волокна забраны. Сильно баршированная поверхность, это такая поверхность, это такой эффект искусственного состаивания древесины. И поэтому на такой поверхности появление любых каких-либо новых дефектов, по большому счету, должно еще больше усиливать эффект вот этой вот состаиванной древесины. И это неплохо. Поэтому вот сейчас мы провели небольшой опыт прямо у вас на глазах. Мы вылили на сильно баршированную поверхность, которая пропитана натуральным маслом. Никаких защитных лаковых пленок здесь нет. И оставим эти жидкости на часик. И через часик вытарим эти жидкости, дождемся, пока они полностью высохнут, и посмотрим, какой будет результат. Прошло 10 минут. За эти 10 минут мы успели выпить вот эту чашку кофе. И вот очень хочется посмотреть, как ведет себя вода, как ведет себя кофе. Вот обычно через 10 минут вода растекается вот так, и уже видно, что она прямо начинает потихонечку входить в структуру древесины. А здесь видно, что вода стоит вот таким вот образом и не растекается по сторонам. Это как раз-таки показывает эффект сильно баршированной древесины, потому что мягких волокон нет, и вот это вот быстрое впитывание здесь оно не происходит. Но тем не менее мы оставим дальше и посмотрим. Ну что, прошел час, и сейчас мы попробуем убрать с баршированной поверхности вот эти жидкости и посмотрим, что будет с пятнами. А, видишь разницу, да? Ну что обычно происходит с палами под маслом, и что сейчас? Я не вижу ни одного пятна. А вот сейчас мы, я еще немножко вижу, вот где был кофе, нет, уже не вижу. Я практически все полностью вытер. Сейчас дождемся, когда эта поверхность еще станет абсолютно сухой, и после этого покажем на отцвет, как это получается. Мягкие волокна древесины выступают как губка, то есть как раз-таки именно они и впитывают в себя жидкости, и на именно этих местах, на мягких волокнах и остаются следы. Если вы при покрытии паркета не применяли масло светлого, какого-нибудь оттенка с применением белого, например, пигмента, ну или не покупали паркет под натуральным маслом белого цвета, или какие-то оттенки очень светлые, или с добавлением белого пигмента, то есть все варианты белого или серого, то, скорее всего, на баршированные поверхности, даже при попадании, на сильно баршированные поверхности, при попадании жидкостей, уже таких больших проблем, как при обычном гладком паркете, возникать не будет. Доверяйте профессионалам. Субтитры создавал DimaTorzok